Здравствуйте! Сегодня 23 февраля, День защитника Отечества. И по традиции в эфире ЛРТ специальный праздничный выпуск. Меня зовут Мария Лапчева. Давайте начнём. В начале нашего выпуска расскажем о самом масштабном праздничном мероприятии округа. В Любрецком дворце культуры отметили День защитника Отечества. С праздником мужчин поздравили первые лица и общественные деятели, депутаты и творческие коллективы. За ними Россия, за ними страна. День защитника Отечества. Один из главных праздников тех, благодаря кому россияне живут спокойно. В этом году Красной Дате исполнилось уже сто лет. По традиции добрые пожелания звучали со сцены от представителей администрации округа. Люберецкая земля богата и славится людьми, защищавшими нашу Родину. В годы Великой Отечественной войны более 50 тысяч люберчан ушли на поля сражения. 17 тысяч из них не вернулось. Это люди, которые своим героизмом, своим подвигом защитили нашу Родину. Каково это защищать Россию и гордо носить звание участника ветерана Великой Отечественной войны? Ответ на этот вопрос знает Николай Волков. Всю свою жизнь он посвятил военной авиации. Подполковник в отставке даже сейчас, в своем солидном возрасте, возглавляет отделение Совета ветеранов и проводит для детей уроки патриотизма. День защитника Отечества – это святое слово. Почему? Потому что каждый человек должен помнить, что патриотизм или, как говорится, защита Родины – это первое всего. И как бы он не был занят, он должен всегда думать. Но самое главное, что человек должен быть и грамотный, и очень обязательный. Ведь же здесь должна быть честность. Никаких отклонений. Ветераны Великой Отечественной войны в свой адрес получили особенные благодарности. Кроме того, на торжественном мероприятии «Пламенных речей» удостоились участники боевых действий, локальных войн и внутренних операций. Защитников Отечества поздравили руководители ветеранских организаций и депутатского корпуса. В этот день я хочу поздравить всех вас, ветеранов, тех, кто служит сегодня в войсках, то молодое поколение, которое еще только готовится вступить в ряды армии и флота. Пожелать вам всем крепкого здоровья, крепкого духа, уверенности в себе, здоровья и благополучия мира вам и вашим семьям. С праздником! С Днем Защитника Отечества! Военные песни, живая музыка и тематические танцы. Концертная программа в настоящий мужской праздник стала символичным подарком от творческих коллективов округа. Даниил Михайлов, Анна Троян, Никита Скараган, телеканал ЛРТ. И мы продолжаем. Работать спасателями могут только особенные люди. Мужественные, отважные, готовые в любую минуту прийти на помощь, не жалея при этом ни сил, ни времени. Герой нашего следующего сюжета Михаил Иванов именно такой. С какими испытаниями он сталкивается на работе и остается ли время для семьи? Съемочная группа телеканала ЛРТ провела один день с заместителем начальника Люберецкого управления Мособлпошспас. Мужикам не повезло. Идет проверяющий. Вот так самоиронии Михаил Иванов начинает свой рабочий день. Переступил через порог пожарно-спасательной части и вот тут же встречает начальник караула. Товарищ заместитель территориального управления работает третий караул. Одна С, одна резерв. Средства связи исправны. На смену заступило 9 человек. Санитарная и педагогическая обстановка в норме. У дежурного диспетчера хорошие новости. Выездов на пожары сегодня не было. Заместитель начальника знакомится со сводкой за прошедшие сутки и направляется в класс, где его ожидает боевая команда спасателей. Та самая, которую в 2017 году признали лучшей в России по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Ребята признаются добиваться успехов и занимать лидирующие позиции. Помогает такой грамотный и опытный руководитель, как Михаил Петрович. Он относится к коллективу, ко всему, к нашему коллективу, как отец родной. Он за все переживает. Он советует нам, как лучше делать. Если что-то мы сделали не так, пожурит, конечно, но простит. Скромный, но в то же время общительный. Михаил Петрович любит вспоминать свою службу в авиации. Он прошел путь от лейтенанта до начальника штаба истребительно-авиационного полка. Защищал воздушное пространство от Урала до Енисея, от китайских границ до острова Виза в Северном Ледовитом океане. Но из-за распада Советского Союза, повлекшего сокращение в вооруженных силах, ему пришлось оставить любимую работу. Новую выбирал недолго. Еще в авиации он сталкивался с различными чрезвычайными ситуациями. Зачастую ему выпадала роль спасателя. Однажды еще был лейтенантом. Мы взлетали с аэродрома на риск, были учения. На взлете произошел отказ форсажей левого двигателя, и самолет упал. Штурман спасся, я к нему подбежал, он как бы улыбается. То есть его парашют спас, а пилота, к сожалению, спасение удалось. Сейчас он с уверенностью говорит, спасать людей – его настоящее призвание. Как и в любой профессии, есть свои трудности. Звонок от диспетчера может поступить в любое время суток. Это та самая работа, где не бывает перерыва и выходных. Но самое тяжелое для спасателя – сохранять хладнокровие в любой ситуации. Нужно действовать четко, решительно и быстро. Здесь каждая секунда – это здоровье человека, это жизнь. Качество всегда быть в боевой готовности передалось дочери Михаила Иванова. Именно поэтому Аня выбрала профессию журналиста. Сейчас она получает знания в МГУ. В будущем мечтает снять сюжет об отце. Папа очень много такого сделал, что прямо при нём можно сказать, что он герой. Какой герой это? Это просто работа моя. Я всегда интересуюсь, когда там папа разговаривает по телефону. Мне всегда интересно на самом деле, что происходит, какие события. А по телефону папа разговаривает практически всегда. Даже во время прогулок с семьёй, которые бывают не так часто, как хотелось бы, он всегда на связи и всегда на чеку. Выезды были спасатели там? А куда? Хорошо, я понял. Всё нормально, кого-то спасли. Татьяна Николаевна к такому рабочему графику мужа привыкла. Всегда во всём поддерживает и полностью одобряет его профессиональный выбор. Кстати, именно она в своё время посоветовала Михаилу Петровичу идти в спасатели. Это его обязанности. Обязанности, его призывания. Потому что, чтобы не случилось, вот на даче бывают какие-то чрезвычайные ситуации, всегда бегут к нам. Везде он участвует, то есть он неравнодушный человек. Ну, мне кажется, что он на своём месте. Всё свободное время Михаил Иванов старается по максимуму посвящать семье. А в работе его главная миссия – воспитание достойных будущих спасателей. Профессия достаточно такая смелая, мужественная. И она достойна наших молодых людей, молодёжи. Молодёжь очень активно участвует в наших мероприятиях. Я думаю, что за этим есть будущее. Луиза Егязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Как воспитать ребёнка патриотом своей родины? Ответ на этот вопрос знают в Люберецкой кадетской школе. Там курсантов обучают основам военного дела, проводят подготовку по специальным направлениям, перебивают правильные жизненные принципы и просто растят достойных граждан нашего общества. О кадетстве в Люберцах расскажет наш корреспондент Анна Троян. Проверяйте! Смирно! С места строим шагом! Марш! Отточенные шаги, гордая осанка и стойкость характера. Всё это ученикам кадетской школы прививают с первого класса. Что такое быть горой за товарищей и любить Родину? Братья-близнецы и чёрненькие знают с самого детства. Все мужчины в их семье военные, а они мечтают продолжить эту традицию службой в правоохранительных органах. Мы встаём во времени, ложимся вовремя всегда. В одно время. Да, уроки делаем все гензиплином. Мне кажется, что военным быть достаточно интересно. И потому что обычные люди, они не видят всего, что творится вокруг. Они живут, мне кажется, неполной жизнью. Потому что они не выезжают на какие-нибудь сборы, не посещают какие-нибудь конференции, а военные учения. Да, учения. А военные всё это делают и намного лучше живётся. Несмотря на всю внешнюю схожесть, Никита и Денис абсолютно разные. Но всё же любовь к спорту и военному делу их объединяют. Своими увлечениями братья занимаются в Люберецкой кадетской школе. Ведь помимо общеобразовательных уроков, у курсантов есть целый ряд дополнительных предметов. Рукопашный бой, строевая ходьба, фехтование, плавание и даже танцы. Здесь ребята заняты разносторонне и полностью. А это кадры международного кремлёвского бала. Люберецкие кадеты многократно становились участниками подобных мероприятий. В учреждении создана целая команда активистов, которые постоянно отстаивают честь учреждения. Однако далеко не все стали курсантами ради познания военных азов. Творческая отличница Полина учится здесь ради хорошего образования и дисциплины. Кадетский класс как некое братство. То есть в нём как раз дисциплина, больше дисциплина, стойкость, патриотизм. Чувствуется такая теплота на самом деле на душе. То есть приходишь в школу не так, что нужно учиться, просидеть тут несколько часов и уйти домой. А единственное, чувствуешь себя очень тепло и душевно в классе. Вот эта атмосфера кадетства. Кадетство в Люберцах зародилось недавно. Особый статус школа получила в начале 2000-х. Но тем не менее, за эти годы учреждение стало одним из лучших в этой сфере. Сейчас в числе других детей в кадетской школе учатся почти 500 курсантов. Вы знаете, я думаю, что наша школа сильна своим педагогическим коллективом. Потому что, конечно, для того, чтобы вырастить достойного гражданина, в него нужно вложить очень много сил. Все классные руководители, мы их ласково называем кадетские мамы в кадетских классах. И папа у нас теперь один есть в кадетском классе. Конечно, они очень много времени проводят с ребятами. В кадетской школе символично все, даже то, где она находится. Ее построили на месте бывшего военного аэродрома. Там в годы Великой Отечественной войны базировался 16-й истребительный полк. И смотря на то, как и чем живут эти ребята, можно смело сказать, что здесь не только готовят достойные кадры для вузов, но и растят настоящих патриотов нашей страны. Анна Трояд, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Настоящий мужчина – это не только тот, кто служит Родине, но и тот, кто умеет преодолевать себя. Владимир Сурков всю свою жизнь посвятил боксу. Спорт по-настоящему закалил его и позволил добиться вершин. Сегодня Владимир руководит спорткомитетом Люберецкого округа и по-прежнему остается преданным своему любимому делу. «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела» – фраза Мухаммеда Али стала для него жизненным кредо. Это сейчас за его спиной богатый спортивный и профессиональный опыт. А тогда, в начале 80-х, 12-летний Вова даже не подозревал, к чему приведет тот судьбоносный день, когда он переступил порог спортивной школы «Спартак». С того момента он почти не изменился, стал меньше, потому что я, наверное, вырос. А так, та ауэра, та обстановка, тот спортивный накал, все осталось. Я хотел, наверное, на подсознательном уровне получить. В первую очередь, это постоять за себя, это стать уверенным в себе. И в тот возраст, когда тебе 13, 14, 15 лет, для мальчика, для будущего мужчины – это очень важно. Тем более, мы живем в таком городе Люберце, где у нас улица была в свое время, в хорошем смысле слова. И приходил стоять за себя. Это было постоянно. А когда ты занимаешься боксом, тебя это укрепляет, усиливает, и ты себя спокойно чувствуешь. Защищаешь девочек, ходишь на дискотеки. Постепенно простое увлечение переросло в смысл жизни. Потом многочисленные соревнования и победы, и огромное желание посвятить свою жизнь профессии тренера. Так Владимир Сурков заканчивает Центральный Московский институт физкультуры. Получает звание мастера спорта по боксу. Семь лет развивает спортивный столичный клуб. А после этого профессиональные способности парня разглядели и в Российской Федерации бокса. Спустя некоторое время там его ждала должность руководителя. И знакомство с еще одним люберецким боксером, с которым и сегодня они вместе тренируются и работают в городском округе. Я работал в Федерации бокса России под его руководством. В то время федерация наша и наша сборная хорошо выступала везде. То есть под правильным и хорошим достаточно руководством. Семьянин, хороший парень, отзывчивый, достаточно компанийская душа. Душа компании это на 200%. Однако, несмотря на плотный график работы в Олимпийском комитете и Европейской конфедерации бокса, Владимир Сурков всегда оставался настоящим семьянином. Олимпиада в Пекине, чемпионаты международного масштаба, жена и дочь, кстати. Тоже профессиональные спортсменки всегда были рядом с ним. Ребенок, она у меня вся в спорте, она была рядом. Она знала всех олимпийских чемпионов, чемпионов мира с нашей основной сборной командой. Поэтому для них это было как для спортсменов. Очень удобно, приятно общаться и ездить со мной. Спустя годы работы с настоящими олимпийскими чемпионами, Владимир понял, нужно что-то менять и поменял. Ушел из международных федераций и осуществил свою давнюю мечту. Открыл Лигу бокса для непрофессионалов России. А в 2016-м Люберецкого генератора идей позвали еще и поднимать спорт родного края на должный уровень. Я благодарен Суркову Владимиру Владимировичу, потому что он двигает спорт в Люберецком городском округе. За два года руководства Люберецким спорткомитетом Владимир Владимирович не только заслужил уважение первых лиц региона, но и прославился значительным продвижением здорового образа жизни в массы. Креативный подход к мероприятиям, открытие новых секций и расширение возможностей для жителей снова сделали Люберцы территорией спорта. У меня есть мечта, и придя сюда, мечту я хочу осуществить именно здесь, потому что я здесь родился, я здесь тренировался, я хочу, чтобы олимпийский чемпион по боксу был в городском округе Люберцы. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Наш мужественный выпуск продолжит постоянная рубрика «Свободный микрофон». Накануне 23 февраля мы спросили у жителей города, кто же такие настоящие защитники Отечества, а заодно узнали, чего люберчане им желают. 23 февраля – День защитника Отечества. Что это за дата и как ее отмечать? Я решил спросить у люберчан, кого они поздравляют в этот праздник. Военных, кто служил в армии. Поздравляю всех мужчин с 23 февраля. Мужчины, которые отслужили, защищают нашу Родину, отстаивают свою честь. Мы поздравляем всех, кто стоит на защите рубежей российских, тех ребят, которые защищают интересы России, даже, может быть, сейчас не находясь на ее территории. Мы поздравляем всех, кто причастен к этому празднику. День защитников Отечества – это не только мужчина, это и женщина. Женщина тоже в погонах бывает. Девушки тоже защищают Родину. Вот у меня мама, допустим, она тоже ее всегда поздравляют с праздником 23 февраля. Она у меня военнослужащая была. Просто мы привыкли так, что 23 февраля – это мужской праздник, а 8 марта – женский. Я поздравляю своих мужчин с 23 февраля. Папу, брата, дедушку, дядю, всех люблю. Поздравляю. Настоящий мужчина. Я сделала папе своему открытку. Защита Отечества – это не только служба в армии. Это не только, да. Это все, что угодно, да. Дорогие мужчины, поздравляем вас с праздником, с вашим. Желаем вам, чтобы вы нас всегда защищали, чтобы вы всегда были мужественные и сильные. Желаем, в первую очередь, здоровья. Счастья. И счастья, чтобы любили друг друга и своих женщин. Вспомнить, какие они у нас замечательные, вот. Мужественные. Мужественные, да. Ответственные защитники наши. День защитника Отечества. И мужчины настоящие защищают свою семью, поэтому семья существует. А вы знали, что Дню защитника Отечества ровно 100 лет? Именно 23 февраля 1918 года считается днем рождения Красной Армии. С тех пор прошло много времени, менялись названия, но суть осталась одна. Всех защитников от души поздравляю. Данил Михайлов, Никита Скраган. Специально для рубрики «Свободный микрофон». На этом наш специальный праздничный выпуск подошел к концу. Я, Мария Лапчева, прощаюсь с вами и поздравляю сильную половину человечества с Днем защитника Отечества. Пусть этот день будет полон настоящих мужских развлечений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова